Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. По-моему, мы ни разу никогда в нашей передаче не объясняли смысл названия передачи. Уже несколько раз я в связи с гостями и темами, которые мы здесь поднимаем, извинялись, что это как будто бы не просто, а как будто бы сложно о вере. Но вот сегодня мне захотелось вдруг сделать акцент на вере. Мы обычно делаем смысловой акцент на слове «просто», как будто бы примитивно, как будто бы несложно, как будто бы на пальцах. Сейчас мы объясним о вере. А еще можно ведь это выражение прочитать как просто о вере. То есть мы разговариваем просто о вере. А как чертить пространство веры, которое само по себе явление сложное, которое само по себе явление многогранное, сделать это примитивно в двух словах, это, конечно же, невозможно. Поэтому сегодня мы делаем акцент на вере и делаем небольшие скобочки, в которые ставим слово «просто», потому что те, кто нас смотрели предыдущие понедельники, знают анонс, что сегодня нас ждет встреча с Бальтазаром, с одним из выдающихся философов 20 века, плодовитым, который, собственно говоря, ввел в оборот термин «теоэстетика», с которым мы разбираемся вот уже третью передачу сегодня. И разбираемся с философом, с богословом, с заведующим библиотекой Самарской семинарии отцом Сергием Кредичем. Отче, здравствуйте. Снова добрый день, Отче. Да, вот давайте сразу зайдем с места в карьеру. Серьезно. Вот такая книжка сегодня лежит перед нами. Слава Господа, богословская эстетика. Это том первый. Ганс Урс фон Бальтазар. Католик. Сразу признаемся, чтобы нам в комментариях не писали, что вот, знаем ли мы, что он католик? Да, и знаем, что вот он практически стал кардиналом. И в этом плане я предложил бы кратко, тезисно вернуться к самому началу разговора, как было анонсировано, вот с самых далеких отголосков мы пытаемся прорваться к эпицентру. То есть, еще раз, как-то случилось так, что богословие стало этикой, а это все-таки не совсем цель для богословия. Богословие – это слово о Боге, и можно поговорить о правилах поведения, не поговорив о Боге. Дальше. Нам нужно что-то бесспорное в качестве фундамента, и вот как раз то, что вещь красива или мелодия красива, мы, как правило, соглашаемся. Даже если мы не любим, там, средневековую лютневую музыку или, там, какой-нибудь современный авангард, но если просто мелодия хороша, то вот она вполне себе найдет тех, кто согласится, что так и есть, она, правда, красива. Дальше. Когда мы пытаемся о чем-то поговорить, мы используем язык, и в этом плане язык нас сковывает, и иной раз нам приходится предпринять вот такой мозгодробительный дискурс, как вот мы уже зачитывали вот эти вот институциональные структурирующие монады. Да, это непросто, но в этом плане я могу только указать тоже на, ну, как у всякого книжника у меня под языком полно цитат, что как раз тоже до меня было сказано, и даже до Бальтазара, и до, тем более, наших современников, ибо Бальтазар уже не с нами, вот уважаемые соотечественники еще здесь. Иногда нам нужно, точнее, нам не нужно, нам приходится пытаться выразить то, на что слов не хватает. И вот это и есть то пространство встречи с Богом. Потому что, ну, тоже, как вот говорит Олег Давыдов, неопатристический синтез постепенно выразился, выразился, если угодно, в неопатристическую кому, когда вот... Поясните, что для наших... ...нанизывание цитат, ну, то есть вот есть патристика, да... Патристика — это про святых отцов, творение святых отцов. Патрология — наука, которая изучает творение святых отцов. Патрос... И когда святые отцы писали, они писали всегда по какому-то очень важному поводу, потому что их смущало, точнее, их прихожан, им приходилось разбираться, да. И вот Иоанн Златоуст — это, пожалуйста, самый издаваемый отец, полностью переведенный на русский язык, возьмите, посмотрите, там истолковал все, и даже по отдельным поводам написал. И Василий Великий тоже самое. То есть они всегда писали о чем-то связанном с их ситуацией. И, с другой стороны, тоже провозглашали, провозглашали, что человеку, церковь должна перестать заниматься политикой, церковь должна перестать заниматься сенсуальной работой. Ну, не то, чтобы прям совсем оставить, но помнить о том, что есть нечто большее. А с другой стороны, ну, а что тогда? Проведение конференции, где будут жонглировать цитатами, да, то есть мы возьмем, к примеру, о милостыне, и с первого века, второй, третий, четвертый, пятый, пожалуйста, 21 цитата о милостыне, и это уже повод к разговору. Вот у нас 21 век, и вполне себе там о браке, то же самое, о государстве, о власти, о церкви. Ну, прям готовый такой, и причем, заметим, это будет интересно. Но все-таки будет ли там Господь? Есть тоже такое интересное духовное упражнение, когда вот мы сидим на конференции, особенно если это какая-нибудь богословская конференция, и считаем, сколько раз будет упомянуто имя Христа. И иной раз Христа, ну ладно уж, совсем то уж, ну за час, за два Христа не упоминают, и возникает вопрос, мы тогда зачем здесь, вот где тогда ответственное слово о Боге, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Блаженный Августин. И поэтому здесь действительно интересен Бальтазар, которого только-только, значит, переводят, он еще в процессе. И вот прям ничего не издано, издано уже много и большая часть. И вот, собственно, его фундаментальный труд, богословская эстетика, то вот том первый, о нем мы, пожалуй, сегодня только успеем поговорить. Еще том второй – клерикальные формы, и том третий – мирянские формы. То есть в конечном итоге нету разницы, да, как Господь и говорит, вы, народ Божий, царственное священство, говорит апостол. И как раз, когда на литургии мы слышим «святая святым», то вот оно, нет разницы между священником и мирянином. И упражняться в прекрасном должен и священник, и мирянин. И в этом плане каждый призван богословствовать. И если, как вот уже тоже было совершенно справедливо, вы меня притормозили очень, что надо пояснить, что такое патрология, что такое патристика. Ну вот да, где-то это может быть профессиональная сфера, но уж сфера красоты-то у нас у всех общая. Даже вот если мы завтракаем, то банально можно сервировать завтрак с некими потугами на эстетику, это будет видно. Можно это сделать просто эстетично, да, повторюсь, люди иной раз пересекают полмира, чтобы где-нибудь в горах, значит, сфотографировать, да, машина глаз, машина потребления. Как вот просто хорошо смотрятся простые вот эти вот полевые цветы на подоконнике, которые выходят вообще на пастбище. И вот это вот самое простое, самое естественное. Вот это следующий тезис, что Господь – это самый первый гедонист, и все самые настоящие радости, они от Господа. Ну а теперь давайте посмотрим. Это очень нетрадиционный, неакадемический подход. И хорошо, потому что еще раз, если все… – И гедонизм? – Да. – Так как же так? Давайте поясним. – Итак, исконное – это не дух без тела, который ищет пространство самовыражения и, найдя, обустраивает по своему усмотрению, так же, как мы ставим пишущую машинку, начинаем бить по клавиатуре, а затем снова его бросает. Не тело без духа, которое по необъятному взаимодействию материальных сил, так или иначе собирается, чтобы затем вновь разложиться на части. То есть получается, что форма – это и есть проявление духа. Что не бывает духа самого по себе. Когда мы говорим «дух на обмерщение поразил церковь». Простите, а вы его видели? То есть вот… Вот тут, кстати, перекличка с моим вопросом из прошлого выпуска, на который мы так по касательной прошлись, и, мне кажется, четко не дали ответа. Все-таки граница-то есть у телоэстетики? Потому что форма характеризуется границей. – Да. Вот. Любая форма – это граница какого бы то ни было явления или предмета. А у самой телоэстетики где граница? То есть где происходит смыкание красивого, некрасивого, безобразного? Кстати говоря, думаю, что вы знакомы, читали Бадлера с его цветами зла, которые как бы вот, да, они же вот эти прекрасные, замечательные, красивые вырастают из непрекрасного, некрасивого и уродливого, безобразного. Вот вопрос, где точка смыкания, где начинается граница красивого? А само безобразное, оно не может быть эстетически понято? Оно не может быть… – Может. – Может. То есть в этом плане, это, конечно же, Дионисия Реопагид, что зло – это недостаток добра. То есть болезнь – это недостаток здоровья. Мы возвращаем телу нормальное состояние, там, я не знаю, инсулин приводит диабетика в норму, или таблетки, гипертонику опять даруют радость, ну, когда давление спадает, то вот он опять в норме. И здесь то же самое, да, если человек замкнулся, надо посмотреть, почему он замкнулся, что с ним такое случилось, и его можно оттуда как-то вот из-за замкнутости его извлечь можно. То есть в этом случае все мы отстоим от Господа по-разному, но все, увы, не близко к Господу. – А у Платона было замечательное определение слова «грязь». Он говорил, что грязь – это то, это вещь, которая просто находится не на своем месте. – Ну, вот тут я намеренно избегал античных авторов, потому что лично я всегда напрягаюсь, когда пытаются объявить Платона христианином до Христа. – Нет, ну я в данном случае просто процитатую о красивом-некрасивом, что действительно сами по себе детские игрушки, они замечательные, прекрасные в руках детей и в ящиках для этих самых игрушек. Но когда они валяются, например, на кухне, а ты встаешь утром и подскальзываешься на машинке, то мы говорим, что это бардак, это некрасиво. – И с другой стороны тоже надо понимать, где это уместно, где нет. – Соответственно, красота – это еще и маркер… – Понимание этого мира. – Да, который четко рисует высоту, ширину. – Это вот то же самое, что вот можно прийти в хорошее, я помню, сприводил уже в вашей программе этот пример, но не могу удержаться, когда человек приходит в пятизвездочный Мишленовский ресторан в ластах и в кокошнике. Ну, то есть, ну ведь кокошник же может быть предметом искусства? – Может. – Ласты могут быть предметом… – Сами по себе это они. – …многолетней работы человеческого гения, да, но вот в хороший ресторан, в ластах и в кокошнике нельзя. Или вот чудесные… – Так же, как и в бальном платье, ты на рыбалку тоже не поедешь. – Хотя красиво. Или опять, увидел где-то бьют кого-то, красиво рядом станцевал. Ну, это же не то, что облагораживает этот мир. То есть, получается, что вот этот критерий, который, повторяюсь, рождает отклик, это очень важно. Вот как мы разбирали, мотивированных апостолов и Господа, который лучший во вселенной учитель и ее творец вообще, знает все об этой вселенной. И на уровне интеллекта, на уровне языка они не понимают. А когда они проявляют гостеприимство, и в этом отклике они узнают своего Господа. И вот можно сделать красиво и получить, что «а что это, как на корове седло». А с другой стороны, можно взять и просто в месте очень грязном, очень захолустном, очень там вдалеке от прогресса взять и начать просто вот как-то какую-то красоту предлагать. Ну, как вот человек с бульвара Капуцину, мистер Фёст, который вот пребывает. Ну, безнадежно же, да. И вот, заметим, да, когда красота становится формой, которая уже не понимается как идентичность бытию, духу или свободе, тогда вновь приходит период эстетства, и реалисты оказываются правы. Еще раз. Глаза нужны для того, чтобы лицезреть духовную форму. Не бывает духа вообще. В этом плане, кстати, мы от античности не уйдем. Никто не видел круг вообще. Он всегда либо деревянный, либо стеклянный, либо там вот, опять же, шар вообще не бывает. Он всегда есть... И никто не видел дерево вообще, никто не видел стекла вообще. Стекло всегда либо, да, то есть прямоугольник в окне, либо какой-нибудь дутый стеклянный зайчик в сувенирном магазине. Да, бывают эпохи, которые влюбляются в бесформенность бытия и всячески это выражают и изображают. Например, в формах семейного и общественного статуса, которые на продолжительном историческом отрезке свидетельствовали о самом высоком, а затем были сужены и выхолощены, как у нас сейчас, например. Но что они действительно подразумевали, это то, от чего никогда не следует отрекаться, если человек не хочет впасть равнодушие. И бывают времена, когда из-за пресвещения произведенными формами красота видится всюду, она со всех сторон окружает и обыгрывает существование. Вот это, кстати, интересный эксперимент, да. Вот лично я видел, как человека повергло в такую серьезную задумчивость такое предложение, а вы исключите из вашей жизни алкоголь, и все изменится. И человек такой, как? Зачем? Почему? Не хочу. Нет, ну вы просто исключите, вот просто вы увидите, что если вы исключите алкоголь, в вашей жизни изменится все. Вот. Потом я видел вариации этого вопроса, типа, вот вы попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время, и вы увидите, как все изменится. То есть, ну как? Это рационально понять нельзя. Это можно только через себя пропустить и увидеть, что вот это... И вот здесь, кстати, Бальтазар вполне себе продолжает ту же линию. А вы пробовали окружить себя красотой. Не китчем, чтобы вот перья, бриллианты, стразики, радуга, чтобы все, цвета мультяшные, чтобы вырви глаз прям, а вот просто окружить себя функциональной красотой, и это меняет мироощущение. Это отсылает нас к началу нашего диалога, вот в самой первой передаче. А как же, ну оно же все очень субъективно. Вот для кого-то, как вы говорите, мультяшные цвета... Ну вот... Начало пути, да. Берем просто вот две... Я люблю аниме. Нет-нет, досмотрю. Вот есть мейнстримовское японское аниме. Есть... Яои, что ли? Есть Джибли. Есть Хаяо Миядзаки. Вот. Это разные системы одного и того же. Есть Норштейн с его ежиком в тумане, есть Александр Петров с его, там, корового, русалка, там, так далее. Акварелию рисованный мультик 8 лет. А есть, не знаю, ну вот то, что у меня сейчас периодически нет-нет, просят дети какой-нибудь вспыш, там, который нарисован просто компьютер. Это разные системы. Ну, мои детей не заставишь смотреть Петров, меня не заставишь смотреть, например, Вспыша, Лунтика, там, или еще чего-то. Потому что, опять же, заметим, у нас нету даже четкой системы жанров. Спасибо за реплику. Ну, как так вот, как так, Металлика – это рок, и Шевчук – это рок. Ну, как это вообще можно рядом поставить и вот посмотреть? Как вот Лед Зеппалин – это рок, и ну, и так далее, да? Как Тарковский – это кино, и как Тарантино – это кино. Ну, да, это кино. То есть это просто настолько широкий жанр, что мы не можем его конкретизировать. К вопросу «попробуйте окружить себя красотой». Вот я себе сразу представил, допустим, я-то вот, у меня-то вот красиво. У меня красивые мультфильмы, красивые фильмы, красивые книги. Вот это красиво. Приходит, ну, там, тут же ребенок со своей системой координат, он начинает, значит, выключать мои мультики, убирать мои книги, и у него тоже будет, он будет искренне верить, что он выполняет поручения отца Сергия, он окружает себя красотой. Нет, так а в том и дело, что это предполагает возрастание. То есть, как и было сказано, что не надо думать, что мы движемся вверх, что вот, там, я не знаю, детские мультики – это примитивно, да, ну, что такое «Ежик в тумане», ну, что такое «Маленький принц»? Ну, 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 извините, это вообще не детские произведения, они лишь формы имеются детская, да, как будто бы рисован. Но вообще один из выдающихся философов «Ежик в тумане», один из выдающихся философов «Винни Пух». Вот, я не помню автора, который написал «Винни Пух» и вся философия, что-то такое, где он последовательно берет, ну, правда, он берет, естественно, книгу, вот, он последовательно… Еще раз, если мы следуем за красотой, это нас выдвигает не вверх, а вглубь, то есть все ближе и ближе к красоте. То есть когда-то человек думал, что красиво – это задрапироваться в шкуру и встать на фоне заката. А теперь, чтобы вот было красиво, и даже если мы просто скопируем, там, скопируем бал, типа, как у Гарри Поттера, или бал, как у Наташи Ростова, или бал, или даже не бал, а вот что-нибудь, то есть это всегда стилизация, это всегда, как опять же, ни одна реконструкция не может быть жизнеспособной, потому что сил на ее поддержание уходит больше, чем на то, чтобы в ней пожить. То есть вот чтобы оказаться, я не знаю, в поселении викингов 9 века, надо весь год готовиться, чтобы один, ну не один, хорошо, одну неделю в июле где-то вот на местной речке, например, вот на Самарских землях. Это же сколько надо вложить, чтобы это прожило всего буквально 2-3 дня. И когда мы начинаем, да, то есть вот человек начинает, например, увлекаться античным христианством, и вот, пожалуйста, он читает античных авторов, он смотрит какие-то произведения искусства, подборки там и так далее, все это уже есть и вполне себе в доступе. Или мальчик начинает увлекаться солдатиками, сначала это примитивные какие-то, ну, которые не жалко, которые поди сломай, а потом уже до каких-то коллекционных экземпляров, где каждый орден прям вот имеет отношение к этой эпохе и мог быть получен только вот в этой области, вот за эти вот, то есть постепенно это нас приближает к красоте. То есть сначала начинаются скаляки-маляки, а что это, потому что это непонятно, ну это мама, а, ну теперь понятно, это мама, а это самолет, ну теперь, а потом вот доходит, доходит, доходит. Да, вот, да, прям на уровне коляк-маляк мне действительно стало понятно, что действительно я просто смотрю, дети же, у них развивается вот система рисования, да. И самое интересное, не вверх, не будем пребывать в иллюзии, что вот то, что ниже, это примитивный, нет, это вот как раз ближе к эпицентру и дальше к эпицентру. Ну в этом смысле слово развивается, наверное, лучшее русское слово, потому что оно предполагает, что нечто находится в скрутке, и дальше оно вот развивается в смысле по спирали, как серпантин. Я, впрочем, перебил вас. Отнюдь приятно же поговорить с умным, достойным человеком. И дальше интересно, вот, заметим, вот то, что было сказано, вело нас к этому. Ведь как раз быть христианином – это форма. Разве могло бы быть иначе, коль скоро она есть благодать и нам открытое оправдывающим Богом, через спасающего Бога человека, возможность существования не бесформенной свободе, мнящей для себя море возможностей, а в точной определенности члена тела Христова. Вот он, баланс формы и содержания. То есть христианин не может, получается, быть частным лицом в своей свободе, что вот сейчас у меня, простите, на крестный ход пешком, а потом у меня эксперименты с алкоголем, ну, вот это вот знаменитое стихотворение блока, кажется, да, где все из глагольных конструкций, да, и прикоснуться лбом, и простереться предыконой, вернуться домой, обсчитать на пятак, это вот очень важно, что вот это все, вот, да. Побить жену, что там такое, да. Если рассмотреть все ее измерения, то что может быть полнее, цельнее и прочнее такой христианской формы? Оно, она превосходит сомнительное самовыдвиженство и самооценивание человека, глубоко присущие большинству форм жизни неуверенности и уныния. И здесь же форма встроена в чудо прощения грехов, оправдания, святости, просветления и облагораживания всего жизненного пространства, которые сами по себе гарантируют процветание и красивейшее выражение духовной формы. И опять, это ведь не мысль Бальтазара, это еще мысль, если сказать, Максима Исповедника, когда он говорит о том, что человек это микрокосм в макрокосме, потому что в нас внутри уже есть вся таблица Менделеева. То есть мы можем пойти сдавать анализы и услышать, у вас кальция не хватает, у вас магния не хватает, ну что мне теперь железку облизывать на улице? Нет, вот вы, пожалуйста, таблеточки, вы, значит, их примите, и у вас баланс калия, магния и прочего. И восстанавливая в себе баланс через причастность к божеству, подвижник гармонизирует пространство вокруг себя, и вот тут опять начинается эстетика. И к Серафиму Саровскому приходят медведи, и Сергий Радонежский тоже, вот он не ищет способа подружиться с медведем, он не натуралист с канала Discovery, а он ищет там своего, а потом вдруг звери приходят, люди, как-то вот лес меняется и так далее, да. И получается, что нужно упражняться в прекрасном, чтобы вот хотя бы сначала через внешнее нужно приближаться к внутреннему. И тоже есть такая интересная уже ветхозаветная пословица, не можешь быть праведником, хотя бы поступай как праведник, и от этого уже станет чуточку легче. Вот а как бы делал Христос, а как бы делал Сергий Радонежский, а как бы делал Серафим Саровский. И получается, что благодать совершенствует, а не восполняет природу. Это тоже очень важно. У нас природа все-таки тоже, я понимаю, как это звучит, это как вот когда в книге «Видеть Бога, как Он есть», мы читаем в предисловии, что да, у нас сейчас очень много на то, что надо смирение, там, кто ты, да ты червь, да как ты дерзаешь здесь быть. А мы же будем говорить о том, что человек призван к тому, чтобы созерцать Бога, и человек изначально хороший. Вот благодать, она восполняет, она не совершенствует. Мы уже в себе это имеем. И как мы можем это проявить? Мы можем проявить это в красоте. Потому что, опять же... Можно уточняющий вопрос? Да, да, да. Все-таки мы живем в эпоху социальной сети, название которой сейчас нельзя назвать, но она продолжает действовать, потому что есть ВПН и всякого рода побеждающие технологии. Но до недавнего времени, когда все это было еще разрешено и не запрещено, мы видели, как вот эстетизация, она, условно говоря, превратилась почти в идола. Ну, то есть... Ну, да. Девушки, которые фотографируют всякую еду, которую они в каком-нибудь ресторане, отеле или еще где-то поглощают, вот они там выставляют ракурсы, это все делается красиво, обставляется. Тоже это самое, о чем говорит Бальтазар? Или нет? И если нет, то как, ну, избежать того, чтобы вот... У меня замечательный друг Валерий Вениаминович Бондаренко, он любит употреблять два термина. Есть красота, а есть красотень. Вот зачастую люди увлекаются красотенью, но не красотой. Красотень становится идолой. Но они же стараются упражняться в прекрасном. В этом смысле... В этом смысле, что интенция-то правильная. Они стремятся к красоте. Но чего им не хватает? Это вот каждый из нас попадал в ситуацию, ой, а мы думали тебе понравится. Ну, вот серьезно, вот мы что-нибудь пытаемся, а человек такой, а это сейчас было зачем? Ну, а мы думали, тебе понравится. Ну, ладно. То есть в этом случае стремятся-то к хорошему, стремятся-то к эстетике, не фотографируют консистенцию грязи под ногтями, а пытаются найти красоту. Но при этом это является некоторым предметом подтрунивания, шуток. Мы глумимся над вот этим все стремящимся желанием. Все отфотографируется. Понятно, что здесь это с одной стороны желание выставить себя, где я как красиво ем и как я на фоне всего этого... Ну, это же как раз указывает на то, что у человека красоты-то немного. То есть если красоты достаточно, вот эта шутка про то, что у москвичей нет фотографий на Красной площади, ну, как бы, а зачем? Они там и так, они, может быть, ее проходят или проезжают пять дней в неделю. А у итальянцев нет фотографий на море. Ну, то есть как бы есть, но значительно... А вот если кто-то выбрался к морю, если только оказался в филармонии с вот этими шикарными люстрами, с этим... с этой анфиладой бюстов великих композиторов, то есть может быть и не перечислено, но это просто красиво. То есть и в этом случае мы опять же, то есть не мы, а Бальтазар, но оказывается вполне себе в христианской интенции, что зло – это недостаток добра. То есть стремятся-то к красоте, это да. Но с другой стороны, никто не говорит, что красота сама по себе спасает. То есть в этом случае отцы нам прямо говорят, что любая добродетель без рассуждения есть грех. Ну, как мы уже говорили, да, увидел где-то, бьют кого-то, красиво рядом станцевал. Под поверку изумления всех, включая пострадавшего. Ну, то есть вот ты сейчас чего хотел? То есть это была безмозглая красота. Бывает ли безмозглая справедливость? Да, бывает безмозглая справедливость. Бывает ли безмозглая милосердие? Ну, с этим сталкивается каждый христианин, который идет в храм, и, как правило, по воскресеньям там собираются люди, которым прямо вот видно надо на бутылку. Вот он просит, дай, пожалуйста, мелочи. Вроде мелочи не жалко, а с другой стороны, вот три месяца ему давал, а потом он умер. Нет ли в этом и твоей лепты, вот этой малой монетки, которая... То есть это было безмозглое милосердие. Может быть, настоящим милосердием было бы ему предложить отправиться в центр, где помогают таким... Ну, условно говоря. То есть в этом случае есть безмозглая любовь. Ромео и Джульетта. Сколько? Три дня восемь трупов, да? Ну... Нельзя ли можно... Нельзя ли можно, да? Нельзя ли было сесть и поговорить, и как-то вот не в горячке все это разруливать, да? Отче, к сожалению, на сегодня тоже время нашего эфира подходит к концу. Ну, в этот раз мы сказали о Бальтазаре. Аллилуйя. Единственное, чтобы Парсуна, его как богослова, была дорисована хотя бы как-то в общих чертах хотя бы какую-то форму придать и в то же время прорекламировать его труды, надо сказать, что вообще теоэстетика не единственное то, что он разрабатывает. У него его тома, его труды делятся на три больших группы. Это теоэстетика, теодраматика и теологика. Теологика отправной точкой в богословствовании, в богопознании берет истину. Это издано, тоже ББИ. Вот. Теодраматика берет добро. Это еще не издано, насколько я помню. Вот. И теоэстетика, естественно, берет красоту. Но центром всего этого богословия является Христос. То, о чем отец Сергий так скурпулезно, дотошно и с известной долей занудства и педантичности напоминал в течение всех наших трех встреч. Подытоживая, мне бы очень хотелось, все-таки, чтобы не было некого сдутого финала, проговорить главное. Наблюдать красоту, находиться в присутствии красоты, созерцать ее молча, не присваивая, но при этом благоговея и трепеща перед этой красотой, это и есть чтение мира, как книги, открытой богом книги, написанной богом книги. Об авторе книги мы можем узнать, прочитав его книгу. Собственно, мир, который нам дан как книга, он нам дан для того, чтобы мы в том числе что-то узнавали и про автора. Наверное, на это мы поставим точку. Отец Сергий, огромное вам спасибо. Надеюсь, что мы к Бальтазару еще будем возвращаться в течение года в той или иной степени. Ну, а за уделенное время сейчас огромное спасибо. Спасибо, что позвали. С вами, дорогие зрители, мы прощаемся в следующий понедельник, в то же время, на том же канале. Будем вас ждать для каких-то других разговоров. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова